Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Рабочая поездка главы Центра избиркома в Брест с акцентом на актив и на молодежь. Игорь Карпенко высоко оценил подход педагогов региона к грамотно построенному воспитанию молодых граждан Беларуси. В Бресте дан старт сбору монет для памятного знака «Живая память благодарных поколений». Этот проект уникален. Он станет традицией для современников. Он будет сохранять память о наших героях. Крустальный журавль, символ национального конкурса профессионального мастерства педагогических работников Беларуси, вновь зовет наставников Брещины в полет. Итоги конкурса учитель года Республики Беларусь подвели в Московском районе областного центра. В Брестском областном онкодиспансере освоены и внедрены в работу 23 новые методики диагностики. В Бресте проведено порядка 6000 операций, 47% из которых относятся к высокотехнологичным. Спасатели в белых халатах борются за жизнь каждого пациента. В 90% случаев онкозаболеваний это возможно при ранней диагностике. Сегодня Всемирный день борьбы против рака. 20 лет на страже сохранения природы родного края. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира отмечает юбилей. В Бресте прошла встреча председателя Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игоря Карпенко с активом Брестской области. Речь на заседании шла об изменениях избирательного законодательства, а также особенностях единого дня голосования. Были обсуждены некоторые вопросы организации избирательного процесса. В этот день Игорь Карпенко встретился с педагогическим коллективом и учащимся средней школы номер 8 имени Героя Беларуси Владимира Карвата. Прямо сейчас все подробности. Брещина, второй регион, в плане посещения председателя Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко и так получилось, что рабочая поездка совпала со Всемирным днем выборов, который отмечается в первый четверг февраля. Встреча с активом Брещины обоснована. Разъяснить все моменты новой редакции избирательного кодекса, который находится практически в стадии готовности, был рассмотрен и одобрен обеими палатами парламента и готовится к подписанию главе государства. В ближайшее время вступит в законную силу. Очередная электоральная кампания, а это выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов депутатов, будут проходить в единый день голосования 25 февраля 2024 года. Соответственно, мы начинаем отсчет подготовки единого дня голосования. Фактически уже где-то с лета мы вступим в активную фазу подготовки 25 февраля 2024 года единого дня голосования. Понятно, что заместители, председатели, председатели райгородсполкомов, они достаточно активные субъекты реализации избирательных полномочий. У них есть полномочия по формированию комиссий, по определению округов, по определению, где будут участки для голосования, по оказанию содействия в оборудовании этих участков и так далее. Естественно, что мы должны, конечно же, донести те инновации, которые предусмотрены избирательным кодексом. И понятно, что это та системная работа, которая, в общем-то, обычно организуется в период подготовки и проведения любой электоральной кампании. В своем интервью Игорь Карпенко отметил, что в новой редакции избирательного кодекса появилась новая полномочия Центра избиркома. Наравне с другими государственными органами сотрудники участвуют в вопросах правового просвещения молодежи. Потому вторым пунктом посещения стала Брестская средняя школа номер 8 имени Героя Беларуси Владимира Карвата. Игорь Карпенко ознакомился с условиями обучения детей. Пристальное внимание уделил пищеблоку, ассортименту, ценовой политике и организации питания детей и учителей. И надолго задержался в музее имени первого Героя Беларуси. Именно эту школу закончил Владимир Карват. И память о нем свято чтут нынешние ученики, которые и провели экскурсию для председателя Центра избиркома. В нашем музее сложены экспозиции, посвященные жизни и подвигу Владимира Карвата последующей на стене «Летчик и герой. Урожайница Брещина». Данная экспозиция посвящена нашим землякам-летчикам. Все эти сведения мы добывали в результате поисковой деятельности. Игорь Карпенко отметил, что вот на таких примерах и должно воспитываться поколение молодых людей. Подвиг Владимира Карвата – это проявление истинного патриотизма и любви к людям. И именно об этом говорил он. И не только об этом. Общаясь с педагогами и учащимися школы, открытый диалог «Молодежь и выборы. Формула ответственности» был интересен школьникам. И это было видно по той активности, с которой ребята участвовали в разговоре с Игорем Карпенко. Их интересовали изменения в кодексе об образовании, новации вступительной кампании, профориентация. Также говорили о правах молодых избирателей. Председатель ЦИК охотно отвечал на вопросы, задавал их школьникам и рассказывал о своем карьерном пути. Я думаю, что тот конструктивный разговор, диалог, который состоялся у учеников и председателя ЦИК, он настроил молодежь на осознание того, что выбор всегда осуществляет человек. И самое главное – несет ответственность за свой выбор. Чем старше мы становимся, тем этот выбор становится более ответственным и значимым. И когда мы говорили о том, что будущее страны в руках молодежи, мы говорили о том, что сегодня на выпуске из школы мы выбираем не только свой дальнейший жизненный путь, но дальше мы будем выбирать и свою жизненную траекторию, траекторию как гражданина Республики Беларусь. Молодые люди сегодня – народ просвещенный, они тонко чувствуют неправду, неискренность. А потом вот такая открытость и откровенность чиновника столь высокого ранга понравилась ребятам. Мне очень понравилась эта встреча. Я, во-первых, считаю, что такие встречи проводить очень важно, поэтому это все-таки связь какая-то между нашим молодым поколением и связующее звено между такими важными людьми в нашем государстве. Поэтому эта встреча была достаточно интересной, мы задали все вопросы насущные, которые нас волновали больше всего. Было очень интересно и поучительно для нас всех послушать какие-то конкретные установки, которые будут даны нам на вступительную кампанию именно в этом году. Диалог с нами в качестве будущих избирателей тоже играет немаловажную роль в нашей жизни. Я считаю, что такие диалоги следует начинать проводить в более осознанном возрасте, когда человек, в принципе, уже из себя что-то представляет и может как-то более конструктивно подходить к вот этому вопросу. Председатель Центра избиркома Игорь Карпенко по завершению встречи оставил благодарственную запись в книге почетных гостей и высоко оценил работу педагога учебного заведения по патриотическому воспитанию учащихся. У меня совершенно вот такие самые позитивные, самые эмоциональные впечатления от этой встречи, потому что действительно молодежь целеустремленная. Действительно они заинтересованы в том, чтобы стать настоящими гражданами своей страны, стать настоящими профессионалами своего дела. Темы, которые сегодня затрагивались, они очень широкий спектр имеют, начиная от качества системы образования, заканчивая серьезными политическими вопросами, такие как выборы, электоральная кампания. И мне кажется, вот тот интерес, который они проявляют, та энергия, с которой они обсуждали сегодня вот эти вопросы, говорит о том, что наша система образования, она создает все условия для того, чтобы наши дети не просто получали знания по предметам, но чтобы они еще развивались личностно, расширяли свой кругозор, эрудицию и готовились к выходу в самостоятельную жизнь настоящими патриотами своей страны. В Бресте дан старт сбору монет для памятного знака «Живая память благодарных поколений». В самом названии смысл и цель этого поистине патриотического проекта. Его инициировал известный общественный деятель, паралимпийц и мотивационный тренер Алексей Талай. По замыслу его благотворительного фонда реализуется большой проект «Дети Беларуси, ветеранам и будущим поколениям». Всенародный памятный знак уже установлен в столице Беларуси, городе Минске. Ко дню освобождения или ко дню народного единства планируется открыть его в Бресте, а также в Москве. Лариса Смолович с подробностями. Нет временных рамок для памяти. Нет недостижимого, если человек задумал стоящее дело. А потому для Алексея Талая, для его благотворительного фонда реализация акции «Живая память благодарных поколений» в рамках большого проекта «Дети Беларуси, ветеранам и будущим поколениям» уже удалось реализовать то, о чем мечталось. О проекте говорят, о проекте думают, проект поддерживают. И все это во имя памяти о наших героических предках. Все это во имя мира на всей земле. Что может связать сегодня всех нас, их, наших героических дедов и прадедов, и сегодняшних молодежь, сегодняшнее поколение, которое где-то начинает потихонечку забывать, перестают ценить, благодарить и вместе созидать. И вот этот памятник, который в прошлом году был установлен в городе Герой Минске, имеет свое продолжение. Сегодня мы начинаем этот проект в Брестской крепости Герой. Именно сюда принесут тысячи детей, тысячи семей свою монетку, которая попадет в сплав этого грандиозного памятника от нас, благодарных потомков. И это и будет той связающей нитью поколений в понимании о том, что и сегодня мы должны быть вместе, и сегодня мы должны стараться, и сегодня мы должны сражаться, если это понадобится, за свое отечество, за свою родимую республику Беларусь. И к этому памятнику придут эти ребята позже, через 10-20 лет. Приведут своих жен, приведут за ручку своих детей. Как сегодня в Минске мы наблюдали эти счастливые семьи этих детишек. Приходят, своими маленькими ручонками гладят этот памятник, который мы все вместе, мы, белорусы, сотворили в 22-м году. И сегодня мы, вся молодежь Бреста, все общественники и все структуры говорим, что обязательно у нас все получится. И в этом, в 2023 году, этот подобный памятник будет установлен здесь, в Бресте. О войне все сказано, скажет кто-то. Нет, не все. Не все сказано о горе народа, пережившего страшную Великую Отечественную войну 20-го века, о горе белорусов, потерявших каждого четвертого жителя. Мы стали забывать, что такое война, а она уже напоминает о себе. А потому сегодня нужно говорить о мире без войны. Нужно развенчивать мифы о тех, кто просто жаждет развязать ее, стремясь вогнать народы в пучину злобы и ненависти. Ничего просто так не бывает. И порой эпохи, порой десятилетия, они испытывают народ на прочность. Сможем ли мы сохранить свой суверенитет? Сможем ли мы сохранить свою родину? Это сегодня зависит от нас, всех нас. Об этом надо помнить, дорогие соотечественники. Побрать пример вам есть, дорогие друзья, с кого. Вот она, Брестская крепость. Здесь стояли насмерть наши родники, наши дедушки. И мы обязательно должны быть их достойными продолжателями славных традиций. Акция стартовала в последний день января на территории Брестской крепости. В ней приняли участие ветераны войны и труда. Главы дипломатических миссий России и Казахстана, руководители города, представители общественных объединений и организаций, учащиеся школ, лицеев, гимназий, областного центра. И это великая честь для каждого находиться в священном месте. Месте, где началось кровопролитие, где начал коваться тот самый кирпичик победы великого народа в Великой войне. И в память о тех, кто долгих тысяча, четыреста, восемнадцать дней и ночей шел к победе. И организована эта акция и этот проект «Живая память благодарных поколений». В сентябре 2022 года мы вместе с вами уже и презентовали саму эту замечательную идею, когда каждый из брещан любого возраста в себе найдет копейку советского периода и отдаст ее на благое тело в создании этого уникального памятного знака. И сам уже потом, через десятилетия, подходя к нему, будет говорить, что я, моя семья, участвовала в этом проекте. Поэтому наша задача, задача местных органов власти максимально провести информационную кампанию, организационную кампанию, чтобы каждый брещан поучаствовал в этом замечательном деле. Что касается места установки этого памятника, да, понятно, мы ищем разные варианты. На данный момент остановились на варианте нахождения этого знака на центральной артерии нашего города, улицы Московской. Возможно, есть Алексей Константинович с вами, с вашим видением, с архитектурными нашими службами мы где-то будем, да, еще выбирать два варианта. Здесь не суть важна, время у нас еще пока есть. Самое главное, повторяю, что это будет народный памятный знак. Этот знак, который будет в себе воплощать и преемственность поколений, и нашу память о героях, и наше желание жить в мире и согласие. Все мы вместе, это наш общенациональный проект, и в этом и важность этого события, что каждый имеет возможность поучаствовать. Кто-то копеечкой, кто-то рублем. Конечно же, сделать свой благотворительный взнос и знать, что и я профинансировал народные памятники. Кирпичик по кирпичику, и это будет счастье для каждого из нас. Доброе воспоминание. То, что будет отсылать нас и связывать поколение к героическому подвигу нашего народа. Одно из основных направлений проекта – создание и установка всенародного памятного знака «Живая память благодарных поколений» в Минске, Бресте, Москве и сотен тысяч монет советского периода. И главное, его идея заключается в объединении ветеранов, современников и будущих поколений. Образ памятного знака построен на динамике застывшего времени и включает две составляющие – окаменившее письмо-треугольник, дань прошлому, и бронзовое дерево – символ жизни и долголетия. Сбор вот этих копеечек. Знаете, вот этот ящик, который стоит, это я вот так примитивно говорю, это море. А вот копеечки, что мы будем кусать, это капельки. По капельке, капельки превращаются в ручейки, ручейки превращаются в реки, а реки купают, купают моря. Поэтому вот эта акция нас, белорусов, нас должна радовать. Но я хочу, чтобы только вот мы вот здесь присутствуем, молодежь, приятно, что молодежь чтит нас, ветеранов, это мы отращаем. Но чтобы вот эти слова были донесены на массу нашего, жителей нашего города. Это очень трогательное мероприятие. Мне особенно, ну, слова Алексея Талая, это действительно проникли в душу. А то, что семья нашего ветерана, участника войны пришла полностью, дедушка, дочь, а жена, дочери, внуки, правнучки, это просто, вот это действительно связь поколений. И правильно было сказано, что, наверное, это очень важно, когда мамы, папы, дедушки, бабушки будут приходить с детками, с внуками, с правнуками. Это будет связь поколений для всех. Очень важно, чтобы не только взрослые помнили и чтили, но важно, чтобы передалось это чувство нашим детям. Самое главное, я считаю, и оно у нас получится, потому что сделано действительно с душой. Александр Рогачук и Алексей Талай подписали положение о реализации проекта «Живая память благодарных поколений» в рамках акции «Дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям». А установить памятный знак в Бресте планируют в нынешнем году в очередную годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков или в День народного единства. Итак, старт проекту «ДАН» – первые советские монеты в специальный ящик, установленный в Музее обороны Брестской крепости, бросил ветеран Великой Отечественной войны Александр Филиппович Григорьев вместе со своей семьей. Для всех белорусов этот проект уникален. Он станет традицией для современников. Он будет сохранять память о наших героях, «Которые не в землю полегли тогда, а превратились в белых журавлей». Успехи и недочеты, кадровые вопросы, проблемные моменты и план работы на перспективу. Все эти темы традиционно входят в список ключевых при проведении коллегии Главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета. В центре внимания итоги работы системы образования Брестской области в 2022 году и ее задачи по совершенствованию в 2023 году. Почетным гостем мероприятия на этот раз стал заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай. Подробности в материале Людмила Логодич. Для системы образования Брестской области 2023 год выдался очень насыщенным и успешным. Учащиеся региона стали обладателями 70 дипломов заключительного республиканского этапа Олимпиады по учебным предметам. Получили 8 дипломов международных олимпиад, 44 стубальных сертификата. В том числе тремя учащимися был получен двойной стубальный результат. Это далеко не все успехи, которых удалось достичь благодаря высокому профессионализму педагогов и качественному выполнению поставленных задач. Врещание, как всегда, сработали достаточно качественно при реализации программ дошкольного образования, общего среднего образования, профессионально-технического среднего, специального. В целом, выглядит очень неплохо на фоне образовательной системы Республики Беларусь. Это укрепление материально-технической базы и новое строительство учреждений общего среднего образования было построено в регионе две школы, составляет 50% от всех новостроек в 2022 году, которые были открыты по всем регионам Республики Беларусь. Определенные успехи есть в олимпиадном движении, в исследовательских конференциях, в подготовке профессиональных кадров. То есть здесь Брестская область выглядит всегда уверенно и достойно на этих позициях. Брестская область также стала активным участником реализации пилотного проекта Министерства образования, который продлится до мая 2023 года. Его цель – опробовать новые технологии и принципы организации школьного питания на базе учреждений образования региона, чтобы, начиная с нового учебного года, лучшие наработки внедрить по всей Беларуси. Этот учебный год станет знаковым еще и потому, что впервые выпускные экзамены пройдут в новой форме. В генеральной репетиции централизованного экзамена Брестской области приняли участие более 9 тысяч учащихся. 28 января во всей республике Брестской области был проведен репетиционный централизованный экзамен. 9 192 учащихся Брестской области приняли участие в репетиции экзамена. В 17 пунктах проведения централизованного экзамена. Это 4 наших университета, 8 учреждений среднего специального образования, колледжи, и 5 учреждений общего среднего образования. Что касается задач на 2023 год, основной акцент на коллегии был сделан на движении вперед и дальнейшем развитии потенциала Брестского региона. К счастью, и кадровая, и методическая составляющая системы образования области оставляют большой задел на будущее и позволяют реализовать намеченное. Основные задачи на 2023 год поддерживать также на высоком уровне качество образовательной подготовки в учреждениях всех уровней. Естественно, мы продолжаем строительство объектов сферы образования, обеспечение шаговой доступности детьми, нуждающимися в учреждениях дошкольного образования, повышение методического уровня учителей, хотя мы уже говорили сегодня, что методический уровень учителей в республике на хорошем счету, на первых позициях, потому что практически 82% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. Будет продолжена и дальнейшая работа по усовершенствованию нормативных локальных документов в соответствии с новым кодексом об образовании Республики Беларусь. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктовая». В продолжение темы. Хрустальный журавль – символ республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь» позвал в полет наставников Московского района города Бреста. В этом году в главном педагогическом форуме участвовало 40 учителей, 8 из них стали победителями по одному от каждой предметной номинации. Безусловно, каждого из финалистов можно назвать подвижником в педагогике. При этом в арсенале у них и свой учебный контент, и свой воспитательный инструментарий. О них, участниках и победителях районного конкурса «Учитель года» следующий сюжет выпуска. «Он всегда может дать верный совет и поддержать добрым словом». «Вы помогаете не только узнавать что-то новое и важное, вы вселяете веру в себя». «Спасибо за то, что делаете свой предмет понятным для меня. Мне хочется учиться». «Он умеет найти подход к каждому. Спасибо за знания и ежедневную самоотдачу». «Каждый урок – это открытие». «Оказывается, это так интересно узнавать отдельные цивилизации, средневековой архитектуре и живописи». «Теперь мне хочется увидеть все это своими глазами». «Мы верим в вас, Педагога Даниила Скабукаева, ученики средней школы номер 25. И это, вероятнее всего, самая высокая оценка, которую можно поставить учителю. Это высший балл профессионального мастерства. Но за этими оценками стоит труд, уже восьмилетний опыт, постоянное самосовершенствование и обучение. А еще это невероятный талант педагога, который дается только тем людям, кто любит детей и считает учительство своим призванием. Таков он, Даниил Анатольевич Скабук, учитель истории и предмета искусства, один из восьми лидеров конкурса профессионального мастерства «Учитель года» Московского района города Бреста, который прошел на базе 4-й гимназии. «Я вижу в детях не просто учащихся. Это не просто учащиеся. И они должны понимать, что нет особой пропасти, что они могут взаимодействовать, могут что-то попросить, что-то спросить, не бояться этого. И самое главное – научить их говорить, научить их общаться. И они очень быстро идут на контакт, это же дети». Участие в этом конкурсе «Учитель года», «Учительство», звучит гордо, правда? Для вас это что? «Это попробовать свои силы, узнать, на что я способен, это если про меня. Ну и, конечно же, попробовать себя в каких-то новых начинаниях, попробовать с детьми что-то даже новое для того, чтобы посмотреть, а как это будет». Из 2000-й армии педагогов Московского района 40 человек стали участниками конкурса «Учитель года». Это педагоги-предметники и педагоги дошкольных учреждений. 8 из 40 стали лидерами. Каждый в своей номинации – филологи, историки, воспитатели и математики, начальные классы. И, безусловно, каждого из финалистов можно назвать подвижников – педагогики. При этом в арсенале у них и свой учебный контент, и свой воспитательный инструментарий. «Этот конкурс, безусловно, для каждого педагога – это определенная точка развития. Это стремление вверх, это какие-то определенные достижения, это внутреннее развитие каждого из нас, каждого участника». «Какие качества самые главные учителя?» «Безусловно, доброта, сердечность, стремление понимать детей и поддерживать их в любом, в любой ситуации, в любом направлении». «У вас это получается?» «Я думаю, что да. Но об этом, наверное, лучше спросить моих учеников». «Все они, все 40 участников, уже лучше, потому что они уже заявили о себе. И они вписывают в педагогическую летопись Московского района свои яркие, интересные страницы. Они – высококлассные специалисты, настоящие профессионалы, люди, которые горят своим делом». «Благодаря нашим педагогам ежегодно растут и успехи образования Московского района города Бреста. Увеличивается количество детей, которые получают, скажем, медали по итогам окончания школы. Плюс увеличивается количество победителей на заключительном этапе Республиканской Олимпиады. Благодаря нашим, ну, станем педагогов и благодаря детям. В прошлом году Московский район занял первое место в области по количеству дипломов на заключительном этапе. Поэтому в целом это престижно. «Гордитесь?» «Конечно». «Сегодня учительство Московского района – это прежде всего профессионалы. И сегодня это подтверждает наша квалификационная категория, потому что около 60% – это педагоги первой и высшей категории. Это сегодня наши заслуженные, почетные учителя. Сегодня это пять педагогов, которые у нас имеют награду медаль Франциска Скорыны. Сегодня это 92 педагога, которые имеют звание «Отличник образования». Пальма первенства у молодежи. И это радует, потому что сегодня это наша смена. Это сегодня те, кто придут на наше место. Это те, кто сегодня будут дальше прославлять Московский район». Праздник учительства. Именно так можно описать атмосферу, которая царила в зале. Здесь не было победителей, побежденных здесь были друзья и коллеги. И руководители от образования, выходя на сцену, подчеркивали, что золотой задел учительства Московского района с годами становится совершеннее. И приятно, что участников конкурса стимулировали не только сертификатами победителей и участников, но и ощутимой материальной поддержкой. Нам очень приятно, что среди победителей и призеров республиканского конкурса, районного этапа конкурса, учитель года Республики Беларусь, есть те молодые педагоги, которые уже себя зарекомендовали. И зарекомендовали во время нашего педагогического форума идей и решений, педагогический фест. И мне очень приятно, что сегодня среди награжденных есть эти молодые люди. Уверена, что именно достижение в этом конкурсе, в районном этапе, это ступенька к их дальнейшей профессиональной деятельности. И именно социальные партнеры гарантировали победительным, которые будут сегодня награждены, получение дополнительной надбавки к заработной плате в течение двух лет. И это очень здорово. Лариса Осмолович, Александр Воронин и Юрий Лимонтович для программы «Итоги недели». В последние годы во всем мире регистрируется более 19 миллионов новых случаев онкологических заболеваний, многие из которых приводят к летальному исходу. Поскольку проблема является остро актуальной, ежегодно 4 февраля проводится Всемирный день борьбы против рака. Страх онкологии гораздо сильнее других медицинских страхов. Инсульт, инфаркт, сахарный диабет. Ни одна другая болезнь не пугает так, как рак. Его образ восприятия людей выглядит абсолютно негативным диагнозом, даже смертельным приговором. Но это не так. Самое важное – не упустить время. Наши корреспонденты побывали в Брестском областном онкологическом диспансере, чтобы пообщаться с врачами и пациентами. Подробности в сюжете выпуска. Белые халаты, сосредоточенные лица врачей, чёткие, выверенные движения. Операция по удалению злокачественной опухоли идёт несколько часов. От её успешного исхода теперь зависит не только здоровье, но и жизнь человека. Так, в хирургическом отделении Брестского областного онкологического диспансера сражаются за каждого пациента. В 2022 году на базе медицинского учреждения проведено порядка 6 тысяч операций, 47% из которых относятся к сложным и высокотехнологичным. В Бресте в 2022 году было выявлено 6,5 тысяч пациентов с различными злокачественными на образование. К сожалению, ежегодно 2 тысячи пациентов погибает, несмотря на лечение. Но в то же время надо сказать, что год переживает порядка 80% вновь выявленных пациентов с различной онкологической патологией. И пятилетний рубеж переживает около 80% наших пациентов. Среди заболевших онкологией в Брестской области немногим больше мужчин. Это 51% и 49% женщин. Если исключить рак кожи, у мужского населения области чаще встречаются злокачественные образования предстательной железы и лёгких. У женщин онкология молочных желёз, колоректальный рак и рак теломатки. Не так распространены, но являются наиболее коварными опухоли шеи и головы. В Беларуси за прошлый год было выявлено больше 2300 пациентов с данной нозологией. Из них 63% в третьей и четвёртой стадии заболевания. И, соответственно, мы получили одногодичную летальность 36%. То есть больше, чем каждый третий пациент из выявленных умирает в течение первого года после выявления данного заболевания. Для того, чтобы снизить риск развития заболеваний онкологического профиля, на сегодняшний день медиками рекомендован полный отказ от курения. Не только сигарет, но и всех никотиносодержащих смесей в виде вайпов, испарителей, там различных, кальяна. Также полный отказ от алкоголя. Также необходимо обратить внимание на правильное питание, отдать предпочтение больше растительной пищи, меньше мясной, в частности переработанной продукции, копчёным изделиям, следить за массой тела, ежедневно потреблять достаточное количество воды, в среднем это 2 литра. Также необходимо обращать внимание, особенно в летний период, на наше пребывание на открытом солнце. Ну и, конечно, важно регулярно проходить обследование, даже если видимого повода для беспокойства нет. В этом убедилась и пациентка, онкодиспансера Валентина, которая о своём диагнозе узнала совершенно случайно. Такая ситуация достаточно типична, ведь вначале онкологические заболевания никак себя не проявляют. Теперь женщина советует не только проверяться у врача, но и проводить самообследование. Проходила женского врача, гинеколога, направили на маммографию и обнаружили. Отправили в Брест на обследование. Проезжала два раза в город. Дали направление на операцию. Признаков не было никаких, только когда прошла маммографию. Женский посоветовала, в моём возрасте надо проходить. Мне 65 лет. Проходить маммограф, и тогда я прошла, и вот заметила. А боли не ощущала никакой. Мы сами должны себя проверять и заботиться о своём здоровье. И советовать своим близким, родным, знакомым. В Брестском областном онкодиспансере, благодаря улучшению качества оказания медицинской помощи и закупке нового оборудования, освоены и внедрены в работу 23 новые методики диагностики, которые ранее не выполнялись. Поэтому, если возникли малейшие подозрения, необходимо немедленное обращение к врачу. Обратиться незамедлительно к врачу надо, если человек беспричинно теряет или набирает вес. Если у человека появилось беспричинное повышение температуры тела, не связанное с какими-то инфекционными заболеваниями, и эта температура присутствует длительно, если вдруг появились увеличенные болезненные или безболезненные лимфатические узлы, которые существуют длительно, и опять же не связанные с какими-то воспалительными заболеваниями, необходимо обращать внимание на состояние кожи, слизистых, любые уплотнения, изъязвления в различных частях тела, на коже, во рту, других слизистых, может быть также признаком, в том числе, онкологических заболеваний. Беспричинная усталость, слабость, которая длительно присутствует и необъяснима, кровянистое выделение из носа, полости рта, при кашле и со слизью, длительный кашель. Важно знать, что даже поставленный диагноз «онкология» – это не приговор. Согласно статистике, более 90% всех случаев рака можно вылечить, если обнаружить болезнь на ранней стадии. Людмила Годжич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. В 21 веке, когда идет динамичное развитие в сфере технологий и инноваций, вопрос сохранения экологии стоит особенно остро. Природа нуждается в защите. Исчезают многие виды животных и растений, сокращаются площади лесных и водных угодий. Для того, чтобы сберечь уникальное природное богатство, которым обладает наша синяка и Беларусь, еще 20 лет назад при президенте страны была создана Государственная инспекция охраны животного и растительного мира. Ее сотрудники 365 дней в году, в любой сезон и время суток, готовы стоять на страже сохранения природы родного края. В торжественном мероприятии, посвященном 20-летию образования структуры, приняли участие начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Юрий Тертель и председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Подробности в сюжете выпуска. Беларусь обладает уникальным природным богатством. Это красивые реки, голубые озера и величественные лесные массивы. Человек должен быть рачительным хозяином на такой земле. Но, к сожалению, есть и те, кто варварски потребляет и уничтожает ее ресурсы, не давая ничего взамен. Еще 20 лет назад по всей стране процветало браконьерство. Из-за этого многие виды животных оказались под угрозой исчезновения. Тогда под личный контроль ситуацию взял глава государства. Так появилась Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь, функцией которой вошли контроль рыболовных ресурсов, охотничьего хозяйства и лесопользования. Здесь высокие требования президента. В первую очередь, он, видя проблемы, поручает, отдает нам поручение в начале года. Мы контролируем и принимаем меры для того, чтобы воздействовать даже не на граждан, а на тех лиц, которые охраняют этот ресурс. Вы знаете, что у нас есть Государственная лесная охрана, достаточно численная, большая численность его, Министерство лесного хозяйства. Мы в прошлый год по причине президента работали именно в этом направлении, для того, чтобы этот компонент работал лучше, значительно лучше, чем до того. Сегодня всё то, что причиняет вред природе и природным ресурсам, находится под строгим контролем сотрудников Инспекции охраны животного и растительного мира. По Брестской области в неё входит 31 человек. Все они собрались на торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию образования структуры, где итоги работы за 2022 год подвёл начальник Брестского подразделения Иван Павлюкович. Поддаётся основную массу этих запрещённых орудий изъять ещё до того, как они будут использованы в водоёме, то есть по местам их хранения либо незаконной реализации. В рамках членов государственного контроля за соблюдением правил охоты нами совместно с правоохранительными органами, а это ГУГО, это органы внутренних дел, изъято более 330 единиц огнестрельного оружия, из которых, что немаловажно, 125 единиц не зарегистрировано. Также в прошлом году силами сотрудников Брестской области удалось выявить почти 300 нарушений в сфере лесопользования, в том числе 28 незаконных рубок, 175 фактов незаконной добычи рыбы, 121 нарушение правил охоты, из которых 49 фактов браконьерства. По результатам проведённой работы было возбуждено 21 уголовное дело. Основная компетенция наша – это борьба с охотниками, нелегалами. На данном этапе мы уже отошли от мелких правонарушений, таких как разведение костров в неустановленном месте, машины паркуют обычно ближе 30 метров от воды. Да, 10 лет назад мы этим тоже занимались. На данном этапе задачи сформированы главой государства на выявление более значимых правонарушений, замаскированных, социально значимых, опасных. То есть это уже браконьерство, например, с использованием нарезного оружия. Используют тепловизоры современные, ночные приборы. Несмотря на то, что с каждым годом браконьеры используют всё более изощрённые методы и орудия, защитники природы всегда на шаг впереди. Если сравнивать даже пять лет тому, инспекция достаточно сильно доосносилась. Это были выполнения поручений президента. В инспекции на вооружении стоят фотоловушки, приборы ночные видения, тепловизоры, квадрокоптеры. Это значительно нам помогает в решении тех задач, которые стоят перед нами. На торжественном мероприятии со словами благодарности к сотрудникам инспекции обратились почётные гости. Начальник государственной инспекции охраны животного и растительного мира Юрий Тертель и председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Охрана растительного животного мира – это достояние страны. Я лично благодарю вас за проделанную работу. Я искренне рад, что сегодня это лучшая структура в республике, как отвечает Юрий Стариславович. И я горжусь вами, потому что она тоже сопряжена с исками. У нас сопряжена сегодня и суточная работа, и когда вы ведете оперативную работу, когда вы выходите на задание, и когда вы выходите на задержание по камеру. Самым торжественным и ярким моментом стало награждение лучших сотрудников. Это настоящие профессионалы, которые преданы своей работе. Вне зависимости от погодных условий и времени суток, они готовы выехать на задержание, несмотря на то, что рейды и засады могут длиться несколько суток и порой связаны с риском для жизни. Среди награжденных в этот день и Федора Ковец, начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, признанной лучшей в стране по итогам работы в 2022 году. За прошедший год коллективом Столинской межрайонной инспекции было выявлено 178 нарушений предохранного законодательства, возбуждено 16 уголовных дел за нарушение предохранного законодательства, изъято из рыболовных угодий более 4 километров сетей, также изъято 8 единиц огнестрельного оружия. Благодарю свой коллектив за тот труд и сама отдачу, которую они проявляли на протяжении всего этого года. Это их большинстве заслуга. Дублестные сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира и дальше будут делать все возможное, чтобы сберечь уникальное природное богатство, которым обладает наша синёкая Беларусь. Ведь недаром за два десятилетия удалось полностью взять под контроль ситуацию с браконьерством. Именно благодаря самоотверженному труду профессионалов инспекции теперь такие случаи в наших лесах и на воде единичны. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и своё видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остаётся только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведём итоги ровно через неделю. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин